Мир вам! И вам, Мир, хвала Создателю, что ты цел и невредим. Пусть Аллах сохранит тебя. Я спешно вернулся, так как ты меня вызывал, как халиф. Это известие его опечалило и рассердило. Что он сказал? Он сказал, бездумный предводитель, который не подчиняется халифу и не исполняет его повелений. Горе мне, как предводителю. Этот грех – мой грех, о мой господин. Накажи меня, как ты пожелаешь. Какая польза от этого? По отношению к халифу мы испортили все. Я надеюсь, что мы еще не все испортили. Вот его послание. О, сын матери Икрима, мы с тобой не увидимся. И ты не возвращайся с этим позором. Иди дальше, пока не встретишь людей Хузайфата и Арфаджа. Присоединись к ним и сражайся вместе с ними против жителей Анмана и Махара. Если они оба отвлекутся, ты иди со своим войском, очищаясь от предыдущих ошибок, пока не встретишься с Мухаджиром, сыном Абу Умайята в Йемене и в Хазрамалте. Вот так, и мы с тобой не встретимся, Охалид. Вместе нам не суждено добиться славы, Охалид. О, мать Сулеймана! Радостная весть! Халид одержал очередную победу. Правда? Хвала и благодарность тебе, Господь, за то, что Халид победил. Скажи мне, Хишан, как, когда и где победил? Расскажи. Я тебе расскажу. Но не сейчас. Я должен присоединиться к Мухаджиру. Он готовит войско для похода. Мир тебе. И тебе мир. Пусть возвысит тебе Аллах, Охалид. Ты ведешь войска мусульман от победы к победе. Хвала Аллаху. Сколько объявилось уже пророков о Фазль, начиная с севера Сирии и кончая югом Йемена. И всех их уничтожить с помощью Аллаха. Я прошу Аллаха, чтобы это вероотступничество закончилось благополучно. Да поможет Аллах тебе, Мухаджир, сыну Майета, и Халиду, сыну Аль-Валида. Обращение Абу-Бакра, халифа-посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, Мухаджиру, сыну Умайета, я отправляю тебя в Йемен воевать против тех, кто предал Ислам, и призываю тебя делать все возможное для исполнения тайных и явных велений Всевышнего Аллаха, и исполнять все мои повеления и приказы. Как думаешь, я донес до тебя все? Да, и я повинуюсь. С благословением Всевышнего, о помощнике Аллаха! Субтитры создавал DimaTorzok Значит, нет следов Тулайхата. Абсолютно у Халид. Воистину он убежал вместе с живой к племени Кальб, а племя Кальб на окраине Шама. Правду говорил, Ака, ты ускользнул из моих рук от Улайхат-Даджан. Придет и его день, о Халид. Да. Придет и его день. Придет. Субтитры создавал DimaTorzok Люди из племени Тулайхата вернулись в ислам. Хвала Аллаху! Воистину унизился Даджал, его постигло унижение. А где тогда Уйяйнат? Говорят, что он с Бануфузаратами уехал в местность Гамра. Тогда пойдем в Гамра и не дадим им дышать. Это так, о предводитель. Саляма! Что тебя привело сюда? Халид со своим войском преследует нас. Ты уверен, что это войско Халид? Разве здесь есть другие войска? Проклятие! Как он догнал нас так быстро? Он такой. Быстрота и неожиданность присущи ему. Разве ты забыл его в битве при Хнайне и осаде Тайфа? Чтобы я забыл Халида? Нет, клянусь Господом, я его не забуду никогда. Как ты думаешь? Мы сможем воевать против него? Нас мало. И что из этого? Иногда малое количество побеждает большое. Так говорится в их Коране. А разве это применимо к нам? Почему бы нет? Мы дети Хазарата, дети известных воинов и защитников религии. А почему же ты тогда бежал? Нет, не говори, что мы убежали. Мы ушли с поля боя, но не убежали. А почему тогда ушли? Я тебе скажу. Я считал Кулайхата пророком и следовал за ним. Но он оказался хитрым даджалом. Ты хочешь, чтобы я остался вместе с хитрым даджалом? Хорошо. Разве хитрый даджал не убежал? А ты остаешься против Халида один. И что ты будешь делать? Я буду с ним воевать. Ты думаешь, что я его боюсь? Я не боюсь его. Я буду воевать против него. Что ты скажешь? Мы пойдем за тобой. Приказывай, что нам делать. Тогда готовься к битве. Слезайте с лошадей. Это местность Вамрат. А это лагерь Хуэйна, это сын Хисна. Наконец-то ты попался в мои руки, сын Хисна. Янусь Аллахом, ты попал в мои руки. Вперед! О, мои предводители, мы создадим сильное государство одного направления. И мы решим участь других племен в один мир, потому что они прокляты. Прокляты! Мы решим их участь в мгновение ока. И при помощи знамений, которые будут неспосланы по моему желанию. Откуда они появились? Спасайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Хвала Всевышнему, о вымутый меч Аллаха! Всевышний венчал тебя победой. Хвала Аллаху! Что скажешь, о Яйнат? Ты считал, что спасешься от наказания Всевышнего Аллаха? Клянусь твоей жизнью, юноша не избежит смерти. В твоих руках продлить ему жизнь или сократить. Теперь? Только теперь ты признаешься. Клянусь Аллахом, я и раньше признавал ислам. Но этот Улайхат, враг Аллаха, обманул нас и сбил с правильного пути. Разве тебя можно обмануть, Яйнат? Воистину, он сбил с пути даже лучшего, чем я, У'Ади. И племя Гавс и стаин последовало за ним. Это не причина, Яйнат. Ты принял ислам раньше, воевал вместе с нами при Хунайне и прошел лучшее испытание. А теперь отошел от веры. Это делают все арабские племена, Ухалит. И Фазара, ты тоже одно из арабских племен. Он противен и мерзок, больше, чем грех. Мне убить его, Ухалит. Вера отступников убивает. Убей его, Ухалит. Что ты теперь скажешь, Яйнат? Твоя милость и щедрость, Ухалит. Воистину, я согрешил. Однако Аллах прощающий и милостивый, Ухалит. Убить его, Ухалит. Отрубить ему голову, Ухалит. Нет. Оставьте его. А как с ним поступить, о, отец Сулеймана? Отправим его к Халифу. Он лучше знает, как с ним поступить. Хвала Аллаху. Спасибо тебе, Халит. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Халит. Халит. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, предводитель! Враг находится здесь, в дуга. В дуга? Что ты думаешь, Уджай? Я считаю, что нам лучше остановиться здесь, о, предводитель, и послать людей на разведку этой местности. Тогда расположимся здесь. О, враг Аллаха! О, враг Аллаха! Ты отвернувшийся от веры. Ты отступивший от веры после того, как уверовал. Ты враг Аллаха! Ты враг Аллаха! Нет, я мусульманин! Нет, я мусульманин! Ты отвернувшийся от веры. Ты отступивший от веры после того, как уверовал. Нет, я мусульманин! Нет, я мусульманин! О, враг Аллаха! Нет, я мусульманин! Нет, я мусульманин. Кто это, Озерар? Это Уйяйна Цинхисна. Воистину, Аллах унизил его и передал в руки Халида. Халид одержал победу. Он нанес поражение сыновьям Фазарата. А это их предводитель. Его прислали к халифу, посланника Аллаха. Заходи вместе с ним к халифу. Он очень обрадуется этому. Вставай. Предводителя Фазарата и Гатафана ведут со связанными руками. В них кидают камни и плюют. Будто бы он может воевать против вынотого меча Аллаха. Противостоять Халиду, когда прекрасно знает, кто он такой. Как бы я желал, чтобы халиф отрубил ему голову. Мир вам. И тебе мир. Скажи мне, Хишам, как поступил халиф с этим вероотступником? Халиф простил его. Он простил его? Что он может сделать с таким подлецом, который умоляет на коленях и просит жалости по отношению к нему? А еще вчера он противостоял Халиду. О, какие же трусливые это люди. Как будто бы он никогда не был мужчиной. Колени трясутся, изглазлются слезы. Как женщина. Еще хуже. Халиф не смог ничего сделать, кроме как сжалиться над ним и простить его. Лучше бы Халид не посылал его к халифу. Однако Халид поступил правильно. Его продвижение сильно обрадовало халифа, посланника Аллаха, саллиллаху алихи ассалам. Продвижение обрадовало? Однако он беспокоится за хузаифа к сыну Мухасима, Амани. Почему ты боишься, Аутарид? Если у сыновей Асада появился пророк, то я такой же. Мы подготовим против них войско, которому они не смогут противостоять. И сыновья Халифа также. У них есть суджах и мусайлимах, но у вас тоже есть пророк. Я боюсь последствий, о пророк Аллаха. Не думай о последствиях. У каждого народа есть свой пророк. И у каждого народа есть свой интерес. Мы не вмешиваемся в дело курайшитов, и пусть они не вмешиваются в наши дела. Вперед! Готовьте войска! Они находятся от нас на расстоянии нескольких фарсахов. Идите! О пророк Аллаха, мы подготовим войско. Пойдем все вместе. Я их заставлю отступить униженными и оскорбленными. Наши люди говорят, что он лакит-силь-малика, который самопровозгласил себя. У него войско не менее десяти тысяч, и он могущественный человек. Десять тысяч? Что для нас значит десять тысяч? Это значит очень многое, учитывая то, что они находятся в укрепленном месте. Да, однако, сколько мы входили в сражение малым числом против большого количества, Аллах давал им поражение, и мы побеждали. Это правда, но не всегда побеждает малое количество над большим. Надо все хорошенько обдумать, чтобы не бросить самих себя в гибель. Пошли письмо к халифу, чтобы он прислал необходимое подкрепление. Будет исполнено, о предводитель. Правда, что прибыл посланец от Кузаифа к халифу? Да. Я надеюсь, что новости хорошие, не особенно. Их поразил самокоронованный. Не дай Аллах. Однако он боится его зла, поэтому необходимо подстраховаться. С ним согласился халиф, посланник Аллаха. Он был согласен еще до этого и отправил к нему акримата сына Абуджахла. Вот мы и добрались, мой господин. Войска Хузаифа-то располаганы за теми возвышенностями. Тогда веди нас туда. Слушайся, господин. Слушайся, господин. Добро пожаловать в Дуба, Ольга Крема. Добро пожаловать к войскам халифа, посланник Аллаха. Приветствую и вас. Добро пожаловать в Дуба, Ольга Крема. Это сведения от наших людей. А вы доверяете им? Обязательно. Все наши люди доверены. Лакидцы Маликов в полной готовности находятся в Дуба. Он не желает нападать на нас. Однако он будет отражать наше наступление. Он человек сильный, и все подчиняются ему. Нам не страшен этот лакид. Почему не наступаем сейчас же? Будем наступать. Я думаю, мы должны прибегнуть к хитрости, потому что с его силами нельзя не считаться. Если будет поражение, то его войска беспощадны. Поражение будет очень невыносимым. Да, клянусь Аллахом. Отвратительное поражение. Это я испытал с Мусайлематом. Поэтому мы хотим обдумать все нюансы и наладить связь с людьми. Это даст результат. Да, здесь находятся две силы. Большие войска у коронованного и меньшие, которые готовы к переговорам и соглашению, или же отражению нападения. Хорошо. Это то, что уничтожит коронованного. Давай держаться за него. Очень хорошо. Давай двинемся на коронованного и сразимся с ним. И в то же время продолжим переговоры. Мы должны подождать результаты переговоров. Если они будут приемлемы, тогда и нападем. Мы должны ударить, не дожидаясь результатов переговоров. Это даст больше пользы. Это так. О, господин, разве мы не поспешили? Войска мусульман еще не прибыли? Прибудут. Прибудут. Если мы вернемся на свои позиции и не будем начинать первыми сражения, не предотвратить ли это кровопролитие? Хозайма, ты трус? У тебя в груди мышиное сердце? Нет. Сердце мужчины у мой господин. Однако я боюсь поражения нашего народа. Пленение наших женщин. Почему мы не согласились на переговоры и не нашли развязку? Ты боишься в то время, как с тобой обладатель трона? Нет никаких переговоров и решений. Мне было неспослано откровение, что это решающее сражение, после которого будет то, что будет. И победа будет за нами. Вернись к своему народу и сражайся вместе с ними. Иди. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так же, чтобы он запретил своим последователям проявление спешки и порочных действий, и чтобы не брали в войско людей без проверки каждого, чтобы не оказалось среди вас шпионов, тем самым уберечься от внезапного нападения, и чтобы не было никаких преследований мусульман, и во время похода обходиться с мусульманами снисходительно, заботиться о них и об их жилищах, а также, чтобы не толкали друг друга безрассудно, и заповедует для мусульман дружбу. Это завещание наместника-посланника Аллаха тебе. Так будь же светом, который ведет на правильный путь, и побойся Аллаха за свое войско, и вернись к нам целым и невредимым с победой по воле и благословению Аллаха. С благословением Аллаха! Ас-саламу алейкум. Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха. Я не знаю, что лучше – отправить отряды в разные стороны или же воевать вместе. За это и за другое дается вознаграждение у отец Фазда. И для каждого из этих вознаграждений есть общество. Но я не знаю, может быть, распределиться будет лучше у Абу-Убайда. Однако мнение наместника-посланника Аллаха другое. Не лучше ли, если они все будут находиться под командованием Халида? Чтобы они сметали врагов на своем пути и покончили с вероотступниками в короткий срок. Субтитры создавал DimaTorzok